Задайте себе вопрос, откуда вы получаете текущие продажи. Мы задали себе такой вопрос и получили очень интересные цифры. Затем мы пошли к друзьям, к партнерам, уточнили у них и получили точно такие же цифры. Весь доход практически любого бизнеса делится на три части. Точнее на три источника привлечения заявок и последующих продаж. Первое – это новые продажи. Новые продажи, назовем их с рекламы, ну пусть будет с рекламы. С рекламы новые. Другие 30% – это повторные продажи. Это когда текущие клиенты покупают дополнительные наши продукты. И остальные 30% – это рекомендательные продажи. Когда мы тратим 9 миллионов рублей в год на новые рекламы, то есть на новые продажи в рекламных каналах, мы получаем лишь 30%. Забавно то, что рекомендательные и повторные продажи практически не требуют вложения от вас для того, чтобы их получать. Поняв вот такую модель, уточнив ее у наших клиентов и партнеров, подтвердив ее, мы начали активно развивать рекомендательные и повторные продажи. И вот здесь и заключается ваше золотое жило. Смотрите, повторные продажи. Ну, здесь все понятно на самом деле. Вы сделаете дополнительный продукт и осуществляете просто кросс-продажи довольным клиентом или тем, кто не купил ваш основной продукт. Например, вы произвели квалификацию в отделе продаж, человек оказался не целевым, вы его не бросаете, не прощаете с ним и говорите. Вы знаете, мы, к сожалению, не сможем вам помочь, мы подходим не для всех, но мы точно можем предоставить вам полезность в виде такого-то продукта и просто озвучиваете ему оффер. Если его это заинтересует, он приобретет. Ну, какая-то вероятность по покупке все равно существует. Один из десяти, если даже будет покупать, вы, соответственно, будете получать дополнительные деньги. Очень интересен канал рекомендательных продаж. Вот рекомендательные продажи, они сейчас как никогда актуальны. Почему? Во-первых, не требуют вложений. Во-вторых, их осуществляют ваши довольные клиенты. Я бы даже сюда рекомендательным еще подписал партнерские. Партнерские. В чем суть? Вам необходимо прямо сейчас составить список всех ваших довольных клиентов, которые находятся, которые являются B2B, то есть оказывают услуги другим бизнесам, если ваши клиенты тоже бизнес. Вы составляете этот список. Далее. Вам необходимо составить партнерскую программу, то есть вы должны, ваша цель добиться рассылки по их базе, скажем так, вот напрямую, чтобы они вас порекомендовали. Чтобы такое произошло, недостаточно просто сказать, ребята, порекомендуйте нас, вы должны создать какую-то ценность. То есть ценный продукт, это может быть книга, это может быть запись вебинара, это может быть чат-лист или какой-то бесплатный урок, то есть бесплатный даже может быть модуль обучающий для ваших партнеров, которые вы обычно продаете. То есть у него должна быть какая-то условная ценность, которой в этом случае нет, но она должна быть, то есть бесплатно предоставляется. И в таком случае вы заходите к партнеру и говорите, слушайте, давайте сделаем взаимную партнерскую рассылку. Вы по своей базе разошлете письмо, мы вам предоставим текст о том, что вот сейчас для всех ваших подписчиков, от нас, от наших партнеров надежных, предоставляется вот такой-то продукт, такая-то услуга. Что происходит дальше? Когда человек, когда партнер ваш осуществляет такого рода рассылку, вам необходимо гнать трафик с этой рассылки на лендинг. Вы создаете лендинг, на котором есть подписная форма для получения ценности. Здесь вы обязательно указываете контактные данные, чтобы получить их в свою сервисовую систему. Все эти данные падают в сервисовую систему, естественно. К клиенту после заполнения автоматически приходит ценность. Ту, которую вы обещали, посредством e-mail, например, или смс. Вы получили этот контакт, обязательно необходимо его тегировать, когда он пойдет в сервисовую систему, что это лид от партнера такого-то. Просто если вы так не сделаете, вы не сможете оценить эффективность канала, и в дальнейшем будет непонятно, стоит ли сотрудничать с этим партнером. Да и вообще, когда у вас будет огромное количество лидов, необходимо понимать их источники появления. Также это очень важно, когда отдел продаж возьмет этот лид в работу, у него уже будет не холодное касание, он будет, любой продажник, будет начинать диалог свой таким образом. Здравствуйте, я вижу, что вы скачивали такой-то материал, соответственно, ну и дальше начинает разговор. Получили, да нет? То есть с заботой с ней как-то заходить можно будет. После того, как ваш партнер осуществил рассылку по своей базе, вам изначально желательно договориться с ним о том, чтобы это все дело максимально эффективным было, что необходимо отправить серию писем. То есть необходимо отправить три письма, можно по непрочитанным, желательно по всей базе. Письмо по сути, да и по факту одно и то же, содержание его полностью одно и то же. Отличается только заголовок, заголовок и описание этого письма, ну то есть он там называется pre-header. Вот. Это нужно для того, чтобы человек в списке своих входящих писем видел иное письмо. Если он будет видеть одно и то же, ну и первый раз не открыл, вряд ли он открыл второе. Ну и плюс почтовые сервисы посчитают, что это не очень полезный контент, который вы рассылаете. И все может дойти до того, что у вас доставляемость писем ваша упадет. Вот. Чтобы такого не было, отправлять необходимо через день. То есть отправили в первый день письмо, далее по непрочитанным или по всей базе, если вы так договоритесь с партнером, а это лучше. Во второй день и в третий день. Все заявки идут на один лендинг, с лендинга в сервер. И дальше в обработку ваш отдел продаж. Таким образом, вы получите его аудиторию. Письмо необходимо составить, конечно, оно должно быть просто ориентировано на ценность. То есть не на продаже, а на ценность. Начинаться он должно, что вот. Привет, как тяжело найти в современном мире надежных партнеров. А у нас таких много. И вот одни из них, которые решают какую-то проблему, решили предоставить для вас бесплатную ценность в виде стоимости. Вот такое-то. Переходите, качайте. Ну, оффер хороший ставить, дедлайн желательно сделать. Он только сегодня доступно для всех подписчиков наших. Когда сюда скачивайте. Вы сделали такую активность раз, ищете второго партнера, делаете два, ищете третьего партнера, делаете три. То есть если у вас есть накопленная база довольных клиентов, вы прям смело обращаетесь к ним, и они все порекомендуют. Взаимно порекомендуют уж точно. Если вы сможете обмениваться, то есть сначала вы для них сделаете такую рассылку, потом они для вас, ну, это прям желательно делать одновременно. Вы делаете, и они делаете. Прям в один и тот же день начинаете запуск рассылок. Все выиграют. Поверьте. Если у вас нет накопленной базы партнеров, по которым необходимо и можно сделать такую рассылку, вам нужно создать эту базу самому с нуля. Что важно? Важно помнить, какая у вас целевая аудитория. Это прям архиважно. Если у вас целевая аудитория собственники бизнеса, то очень достаточно все просто здесь. В этом примере. Так как бизнес пользуется различного рода услугами, юридическими, маркетинговыми, построением отделов продаж, бухгалтерским сопровождением, найман сотрудников. То есть в любую из этих компаний, вышеперечисленных, обращаются собственники. И вы можете смело составлять список из лучших таких компаний с именем, с репутацией, у которых вы не сомневаетесь, что у них хорошая база клиентская, у которых хорошая аудитория. Для того, чтобы вы, когда рекомендуете их, не упали в грязь в лицо. И делайте взаимную рассылку с ними. Вот ваша цель, как говорит известный маркетолог в Америке, Рассел Брэнсон, составить Dream Store. Вам нужно найти 100 потенциальных партнеров, по базам которых вы будете осуществлять свои рассылки. Вот когда вы придете в эту цель, и когда вы это сделаете, вам вот этот маркетинговый бюджет вообще вовсе не понадобится. Потому что, вы прикиньте, вот у одного клиента, к примеру, у нас база 55 тысяч человек. Если мы сделаем такую рассылку, ну, открываемость писем 20-30%, то есть в среднем с трех рассылок мы получаем где-то для нашего партнера где-то под 700 заявок, под 1000 даже, можно так сказать. Вот это вот реальные цифры из жизни после того, как мы делаем, зависит от предложения, от времени отправки, от многих факторов зависит, и тем не менее. То есть, один раз договорившись, отправив по базе партнеров такую родную рассылку, мы получаем не горячих лидов, они не оставляли заявку на наш сайт, но тем не менее, это горячий. Важно даже не получить горячего клиента, как целевого клиента. Вот целевой клиент, это важнее, чем горячий, потому что целевому можно продать. Горячий он прям сам хочет купить, но их мало очень. А вот очень много нецелевых, которые хотят купить, но они нам не подходят. Они не могут там, допустим, найти столько денег, сколько необходимо, и в дальнейшем с ними могут возникнуть сложности при работе. Нам такие не подходят, к примеру. Вот таким образом можно выстроить дополнительные 30%, можно так сказать, бесплатного трафика и заявок в ваш отдел продажи. Потом им еще что-то продать повторно. Ну и да, новые заявки тоже, конечно, не стоит забывать, они должны быть, но не стоит брать фокус весь на них. Сейчас большинство бизнеса 100% вкладывает основные свои средства только в рекламу и в новые заявки, забывая о том, что существуют рекомендательные партнерские каналы, а также повторные продажи. Продолжение следует...